Ну, ребят, всем привет, всем салем. Давно я не снимал ничего на свой канал, свой влог. Сегодня мы в Москве. В принципе, как и всегда, с Андреем решили прогуляться по речному... Что это? Мы в Аксомане. Мы в речном вокзале. О, у тебя приходит дезеркалить. Начинается нормально. Да? Сейчас, ну, потом будет дезеркалить. Блин, что, надо выключить? Мы находимся на южном речном вокзале, ребят. Мы здесь впервые. Это метро Технопарк. Так, он как открылся? Только недавно открылась, и мы вот решили пройти, посмотреть. Вообще, здесь еще пока не катаются трамвайчики. Сейчас я вам покажу вид на реку, вы все увидите. Но покататься мы, к сожалению, не сможем по воде. Но это не страшно. Может быть, у меня вообще водная болезнь, и я буду блевать. Поэтому это даже к лучшему. А, Андрей пошел. Ну, вот сюда должен был приплыть наш теплоход, но его нет. Как вы видите, сейчас я увеличу камеру. Вон там вообще все перекрыто. То есть ты не пройдешь. Ну, и не страшно. Значит, просто походим, пошляемся, погуляем. Как видите, здесь столики. Барные даже есть столики. Вообще никого нет, мы здесь одни. Вот. Но это очень интересно. Но наверху люди стоят. Тоже смотрят на вот такую вот красоту. Посмотрите. Очень неплохо, чистенько. Довольно свежо, свежо. Людей нет, воскресенье. В воскресенье людей нет. Ну, видимо, из-за того, что действительно тут еще ничего не открыто. Что-то не доделано. Мы, так сказать, первооткрыватели. Вот пройдет сто лет, вы посмотрите это видео и увидите, как тут было на момент постройки. Видите? Вон, смотрите. Классный асфальт. И речка. И вообще все. Вообще круто. Мне нравится здесь. Мы зашли на территорию Дисней Лассе. Дисней Лэнде московского. Остров мечты называется. Ну, мы сзади этого острова мечты, как говорится. И здесь американский парк. Я его назвал American Park. Потому что здесь вообще очень классно. Тут трава постриженная. Тут деревья такие классные. Можно полежать на травушке, позагорать. Походить вон покататься на велосипедах и вообще классно провести время. Вообще нам очень повезло с Андреем. Мы сегодня не планировали никаких съемок. Просто Витя вытащил телефон, как всегда. И съемки начались. Ребят, ставьте лайк, пожалуйста. Мы никуда не пропадаем. Мы просто много работаем. Вчера, ребят, пересмотрел три серии фильма Крик. Вторая часть, третья и четвертая. И вот здесь такая же атмосфера, как в этом фильме. В плане то, что такая же природа, как в фильме ужасов. Вы знаете, вот травка, деревья. Я почему-то ощущаю себя сейчас не в России, а где-то вот в Калифорнии. Андрей, у тебя как ощущения? Как вы не любите Россию? Не, ну почему? Ощущения какие? Может быть, у тебя ощущение, что ты во Франции? В России. В России? В России? А у меня ощущение, что мы... Блин. Вот здесь вот, ребят, пожалуйста, очень удобные качели. Качели-лавочка. Лавочка-качели. Два в одном. Можно и кататься, и сидеть. Есть вот такие лавочки. Ну, любые скамейки. Правильно сказать. Скамейка, по-моему, со спинкой. Лавочка-без. Такая красота. Здесь вроде бы как ходить нельзя. А, тут нет таблички, Андрей говорит, поэтому можно. Смотрите, мы ходим. Как классно. Травка пострижена. Тут так красиво. Офигеть. Там деревья новенькие посадили. Здесь деревья, как я полагаю, уже старенькие. Но очень, очень прям круто. Смотрите. Прям зелено-зелено. Мне тут нравится. Мы сейчас находимся не у самой симпатичной стороны острова мечты. Мы находимся сзади этого острова. И сами видите, да? Картина сзади всегда как-то умиляет. Или когда вы ходите, допустим, в центре Москвы, да? Вот фасад красивый. А внутрь заходите, там одно дерьмо. Одни помойки. Вот такие вот контейнеры. Вроде бы красота должна быть и тоже внутри, да? Но нет, она только снаружи. Ну и, в принципе, здесь они неплохо сделали. Нормально. И такой вот этот асфальт. И вот такие стены в восточном стиле. И вроде бы чистенько и хорошо. Мусор надо куда-то девать. Но то, что он валяется вот так, мне не нравится. Могли бы сделать какую-нибудь пристройку специальную, чтобы он не мог, чтобы от него потом не воняло. А где-то вот под какой-то крышей он был все-таки, да? Ну нет. Вроде бы сделали все хорошо, но не на пятерочку. Не на пятерочку. Знаете, попахивает здесь сжженной бумагой немножко. И напоминает мне мое детство почему-то. Не знаю. Запах такой ностальгический. Музыка. 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 Будьте бдительны, смотрите под ноги, смотрите, куда вы идёте, и тогда всё будет хорошо. Ой, деловой. А я здесь пойду. Мистер Сандерс, give me tonight. Ой, 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 в новых кроссовочках, посмотрите, модель. Синди Кроуфорд отдыхает просто, Синди отдыхает. Ребят, если у вас есть какие-то мысли на этот счёт, зачем вот это всё проложили, я думаю, что отделить территорию парка от не парка, но так, знаете, отделять... Это какое-то средневековье, честно говоря. Вообще-то не понимаю. Здесь всё сделали просто, испоганили. Андрей зовёт меня идти по траве. Ну, пойдём, пойдём в эти джунгли Заросли. Пойдёмте, пойдёмте. Я не знаю, я не понимаю. Я спрашиваю у зрителей, зачем вот это вот всё нужно. Никто мне не пишет, не отвечает, потому что видео ещё не сделано и не слонтировано. Да, в телефоне сидят, мои голоса, наверное, со мной разговаривают. Посмотрите, какая красота. Здесь очень хорошо снимать фильмы, сериалы, какие-нибудь, не знаю, фотосессии делать. Очень даже ничего. Ну, я предлагаю переквалифицировать себя вот в этот район. Кто-то обедал, забыл. Что? Кто-то обедал, забыл. Кто-то обедал, забыл? Кто-то оставил, придёт ещё, подоест. Хорошо. Кто-то обедал, забыл. Кто-то обедал, забыл. Кто-то обедал, забыл. Продолжение следует...